и мы бежим до старта 21 полумарафона память александра раевича и сибирского фестиваля бега осталось 30 дней маршрут фестиваля проходит по одной из главных улиц города на красному проспекту о большом спортивном событии расскажет директор сибирского марафона бега и полумарафона раевича евгений гусев евгений доброе утро всем доброе утро здравствуйте здравствуйте снова у нас в студии мы рады вас видеть какие-то изменения в этом году логично сложно говорить о том что можно сделать какие-то глобальные изменения но мы стараемся мы работаем над улучшением в качественной составляющей у нас стали очень крутые медали в этом году они просто это немаловажно особенно очень важно для бегунок которые пробегают полу марафона которые на финише вот ждут вот эту вожденную медаль символизирующий о том что человек смог преодолеть какие-то испытания сложности трудности преодолеть себя ну размером они вообще в принципе кардинально очень отмечаю отличаются они стали больше они стали тяжелее они стали солидней да и в принципе символизируют развитие тенденции для в мире дизайна в мире вообще искусства культуры и так далее отличительные особенности медалей в этом году это то что у нас есть и обратная сторона как они стали двухсторонний теперь с одной стороны фестиваль бега с другой стороны полу марафона эти два события они разделяются в этот день потому что сибирский фестиваль бега это все-таки массовая спортивные мероприятия полу марафона для всех абсолютно для всех возрастов начиная с ползунков до самых маленьких младенцев которые делают заползанно 7 метров и заканчивая массовым забегом на 3600 метров где порядка 5000 участников это и как я называю трудовые резервы компании до которые выставляют своей компании это и ну просто в объединение любителей бега да и просто горожане жители которые хотят приобщиться к его к беговому движению занятию физико культуры и спорта верхняя граница тоже нет да и нижний как бы ну и украшение до этого дня это новосибирский полумарафон 21 новосибирский полумарафон памяти александра ревича который в этом году стартует точно также на площади ленина в 13 00 приходите не только участвовать но и поддерживать и на самом деле именно поддержка немаловажно для тех кто выходит на дистанцию потому как круг очень удобный 3600 метров ты можешь на протяжении нескольких раз поддержать того человек который пробегает мимо тебя это не классическая трасса да когда в один круг когда человек пробежал и все и ты только садишься на метро едешь уже куда-то на финиш либо на велосипед и там уже его встречаешь а здесь все очень удобно приехал на метро развернул транспаранты всей семьей да и болеешь поддерживаешь я вас выживаю выпуск один из выпусков для ралаша когда пацан то маленький бежал поддерживал его гадать посмотри впереди там сейчас и в итоге вперед его прибежал вот у нас так не надо делать потому что в принципе если ты находишься ну рядом с подземным переходом на кровеческом музее ты поддержал спортсмен перешел на другую улицу да там его поддержал 5 перешел на другую сторону опять поддержал и так данный успевать каждые 1800 метров вот можешь поддерживать человека очень даже удобно и классно мне кажется я я из этих людей как раз вот шариками там с плакатами вот там с хлопушками всегда говорят вот 3600 метров устали бегать по кругу туда-сюда никакого интереса ну в этом есть своя особенность да это увеличение массовости именно зрителей до что зрителям удобно смотреть никакого интереса в прошлом году фестиваль собрал по нашим данным двенадцать с половиной тысяч чада и на полу марафонскую дистанцию мы даже вынуждены были закрыть регистрацию заранее потому что так вот этот лимит который мы установили в 1500 участников он очень быстро скажем так исчерпал себя в этом году есть места еще еще есть места и лимит мы увеличили в этом году уже 1700 участников поэтому надеемся что всем хватит места на дистанции ну так какие-то еще новые фишки кроме медалей но у нас в этом году есть ребята которые обратились к нам с таким предложением они для всех полу марафон для всех победителей решили сделать какие-то индивидуальные медали они будут отличаться от тех медалей которые ну получают все участие да но с одной стороны как бы это хорошо но с другой стороны у нас немного другая была философия мы специально не делали медали другие потому что не хотели выделять кого-то да мы хотели чтобы это первый это второй да чтобы все были равны что мы вот друзья мы соревнуемся не с кем-то там да мы соревнуемся с собой да и поэтому девиз да фестиваль бега полу марафон раевич это побежим вместе вместе с парнем с соседнего подъезда вместе с городом вместе со всей россией со всей страной со всем миром потому что к нам приезжают участники и из других стран мы всегда открыты вот давайте об участниках и обо всем остальном поговорим уже сразу после рекламы сейчас небольшая передвижка поздоровать побежим дальше с вами в студии директор сибирского марафона бега и полу марафона раевича егений гусев продолжаем разговор об участниках да вы сказали что будут иностранцы да конечно ну страны ближнего зарубежья естественно традиционно у нас представлен казахстан возможно китай вот в прошлом году у нас были участники германии европа все вот к нам приезжают для того чтобы действительно преодолеть нашу трассу не только мы к ним я с не дорогой как они к нам то она у нас очень сложная нас не простая потому что там подъем достаточно такой серьезный в горочку подъем для нужно потерпеть да зато потом как какое наслаждение бежать с горочки вниз туда и ты как раз побегаешь к с площади ленина к сцене ты видишь все яркие краски буйство музыка которая тебя подбадривает если вспомнил еще одно глобальное изменение лучше улучшение не знаю мне кажется это самое главное для бегунов это то что у нас на трассе будет новый асфальт новое покрытие дамы если оценят она будет комфортно но будет удобно и вот обещают что именно к нашему старту успеют все это сделать всего обновить покрытие на красном проспекте и что касается постоянных участников до ожидаются звезды бега да конечно елена седового игорь максимов братья рыбаковы да они уже подтвердили свое участие поэтому ожидаемых на нашей трассе и потому что здесь не только спортивная составляющая но и финансовая что же говорить призовые деньги которые можно получить которые можно увезти из новосибирска это в принципе призовой фонд порядка полутора миллионов хорошие что деньги останутся в новосибирске надея уже забили ну как бы послево наших в прошлом году так и было и это было очень хорошо кроме бега еще будут такие для зрителей прошлого года вот в прошлом году был юбилейный мы придумали там такую вещь называется экспо это когда можно прийти походить посмотреть вообще чем богат новосибирск поучаствовать различных активностях от наших партнеров и для скажем так такая новинка да это лазер ран это некая смесь биатлона легкой атлетики когда человек бежит тебя стреляют из лазера ты пытаешься убежать или нет человек бежит определенную дистанцию с лазерным пистолетом стреляет по мишеням и в этом году будет ну прям такой мировой кубок да там порядка 400 участников на вокзальной магистрали приходить дистанция длинная нет арена на меткость да там на меткость там порядка 200 200 или 300 метров на скорости меткость или скорости меткость бежишь круг подожая помещение до стреляешь и дальше следующий круг вот это такое да на самом деле во всем мире очень популярный вид спорта и вот у нас с прошлого года представлен на сибирский фестивале для того чтобы поучаствовать в фестивале да и полу марафоне что нужно зайти на сайт марафона nsk.ru зарегистрироваться подать заявку оплатить стартовый взнос на разные дистанции он разный да в основном все дистанцию бесплатные это единственно касается 3600 метров мы ввели в этом году такую вещь тоже каждый после того как пробежал 3600 метров говорит с каким временем я пробежал что какой мне результат и 5000 человек отследить вот так вот вручную ну невозможно поэтому мы ввели такую опцию ты можешь взять себе номер с электронным чипом и когда пробежишь тебе смс-ки придет твой результат здорово за иную сумму за иную сумму там 500 рублей чтобы купить вот чип да понятно господи роллеры велосипедисты вот это все нет они не мешают бегунам поэтому и только как в режим пешеходов в этом в это время приходит ну какие-то у них будет серьезно спортивная основное да основное это конечно же вот забегает полу марафон поэтому приходить сцена же будет да на стадионе жена жека будут вызвать кредит или волю это даже традиционно и площадка которую нас является центром притяжения нам можно есть что посмотреть есть что показать есть где себя проявить поэтому да как на любых городских праздников всего это присутствует но я говорю что нужно идти не за тем чтобы где-то как-то же еще параллельно нужно идти за тем чтобы посмотреть поучаствовать в празднике приходить восходится приходить дату напомним 9 сентября 8 8 8 8 до 8 8 чтобы все легко ориентировались когда у нас собственно наш спортивный праздник это вторая суббота сентября почему не 1 почему не 3 потому что если 1 то тут может попасть на 1 сентября и дети только пришли в школу и еще как-то не освоились а их тут уже повезли на площадь ленин для того чтобы принять участие в нашем забеге так вот для того чтобы мы могли собрать и школьников да и всем им было удобно что все вернулись со своих отпусков из погоды что более погоды был нормально 2 суббота сентября именно дата вот нашего забега потому 8 сентября 2018 года ждем вас на площади ленина начало программы с 10 00 ну официальный старт первый старт в 11 евгений чем объясните просто сумасшедшую популярность бега в новосибирске последние годы ну тут как бы сложно сказать я владею статистикой и могу вам сказать в том что вот именно вот такой вот сумасшедшей популярности здесь нет да прирост есть но 200 300 человек для миллионного города это очень мало поэтому туда не нужно носить розовые очки и думать что у объявцев себе гуд нет нет вы далеко не все я беру я ну лёгкая атлетика вообще является базовым спортом для абсолютно любого начинания да будь то это футбол будь то это теннис будь то это волейбол всегда с легкой атлетике нужно начинать потому что вот да это вот разминка да это развитие все группы поэтому все бегают но бегают недостаточно активно на может быть это мне кажется связано с тем что у нас нет вообще инфраструктуры беговой до построили красивую набережную но там есть велосипедная дорожка да там есть дорожка для колясок но пиковой дорожки так и нет и поэтому вот где на бегать и бегать на стадионах на стадионах проходят спортивные соревнования в парке люди бегают в парке ну я утром еду на работу постоянно асфальтовое покрытие не очень полезно для суставов и вообще для бега поэтому ну вот про резинные покрытия до прорезиненные дорожки мировая практика у нас как-то в городе еще пока нет вот наверное в скором будущем появится наверное вот то что мы делаем популяризе популяризируем здоровый образ жизни популяризируем век и те старты которые происходят когда нибудь это приведет это можно ну а пока вот такого вот прироста чтоб я сказал что да ну нет есть сейчас просто бег стала очень доступен и люди стали ездить из других регионов да они стали путешествовать и не стали посещать другие старты другие полу марафоны собирать медали в копилочку да и вот именно это приводит к увеличению численности участников а не то что в городе новосибирске стали люди как-то больше бегать полу марафон достаточно серьезная дистанция вот на 3 600 как вот бегала там порядка пяти шести тысяч человек так вот они и бегают как бегала порядка вот если взять статистику за все года до порядка 12-13 тысяч участников никогда не было 20 никогда не было 25 и надеемся что в этом году что-то изменится поэтому работа дальше в этом направлении евгений все прибежали за счет от вас нужда к антистрии жизни забавно у меня постоянно случаются какие-то казусы но вот из последнего я человек очень пунктуальный и я был сочи и был у нас спортивное мероприятие нужно было приехать на следующий день сюда в новосибирск на другое спортивное мероприятие и я естественно приехал заранее в аэропорт я сел перед своим гейтом ну чтобы не пропустить потому что ну очень сложная была статковка это было перед чемпионатом мира по футболу сижу перед гейтом смотрю на табло ничто не горит люди стоят в очереди как бы статью двойной что я пойду в очередь да я посижу как начну двигаться так пойду раз все начали двигаться это о круто все я пошел встал в очередь иду 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 с ними в очереди дохожу да именно вот мне говорят а это не ваш рейс где мой самолет это он уже улетел а ну просто не был какой-то такой странный рейс там было там пять шесть человек они даже табло не не зажгли и я в итоге пропустил все получилось все все получилось все хорошо но вот как человек пунктуальный вот это очень болезненно воспринимает никогда и никогда не опоздала как можно опоздать на самолет еще именно сидя в аэропорту и носить и вот перед своим вот гейтом перед своими дверью как это возможно и директор сибирского марафона бега и фолу марафона александра александра раевича евгений гусев был у нас в гостях спасибо большое занимайтесь спортом да бегайте